Патриотами не рождаются. В рамках реализации одноименного федерального социального проекта в Крым приехала делегация из Челябинской области. Гости с Урала дали старт сразу нескольким акциям. Открытию первой межрегиональной поисковой экспедиции по местам боев ВОВ Вахта памяти 2015, а также награждению лучших военнослужащих и защитников правопорядка ценными подарками. В спецподразделении «Бергут» Владимир Корзун служит более 13 лет. За это время он не раз бывал в реальных боевых ситуациях. В том числе стоял на Киевском Майдане, защищая собой мирных граждан от кровопролития и общественных беспорядков. О том, что посвятил свою жизнь такой трудной и опасной профессии, не пожалел ни разу. Выбрал, потому что всегда стремился, хотел какого-то справедливости, хотелось поучаствовать в правопорядке, в справедливости в жизни и в службе. Вот и привело меня в подразделение «Беркут». Достойному офицеру достойную награду. В рамках программы «Патриотами не рождается» делегация из Челябинской области посетила базу «Беркута». А лучших из лучших бойцов наградилась специально изготовленными мастерами и златоуста ножами. Однако главная задача, которую визитеры ставят в приоритет – дать старт первой межрегиональной поисковой экспедиции вахта памяти 2015. Начнутся работы с северной части полуострова. На местах боев Великой Отечественной войны в очень сложные годы в начале защиты Крыма погибли и остались неизвестными в окопах сотни, тысячи советских солдат. И, к сожалению, такое было время, что не каждый был достойно погребен. Очень многие пропали без вести. Очень многие до сих пор в земле Крыма лежат неопознанные, не захороненные должным образом. А вы знаете, что существует такая мысль, что пока не захоронен последний солдат, война не заканчивается. «Это важно, потому что я сам тоже сотрудник спецподразделения и участвовал в боевых действиях. Ну, я служил, во-первых, еще в Крыму, в городе Джанкои. Мне хочется, ну, я рад, что я вернулся, приехал к себе, будем говорить, в свою военскую часть. Будем взаимодействовать, я думаю, будем очень плотно. Это нам уже по духу положено». Кроме Симферополя, гости посетят и другие воинские части и спецподразделения полуострова. Данная акция не единоразовая. Уральские общественники намерены и в дальнейшем продолжать плодотворное сотрудничество с крымскими единомышленниками. Ольга Савенко, Андрей Псом. Время новостей. Данная акция не единоразовая. Продолжение следует...